Ребята, всем привет, это канал Мистер Кэт. Меня зовут Сагиров Иван, и сегодня, друзья, мы будем качать кузнечное дело на самых первых уровнях. Ну что ж, поехали. Вот, смотрите, где я нахожусь. Нахожусь я недалеко от Вайтрана. Вайтран и просто немножечко выше. Здесь мне интересует вот этот лагерь. Блин, ребят, у нас такая жара. Я просто в шоке. Тебе, наверное, парень, тоже сейчас очень жарко. Мах, 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 иди сюда, мой маленький. Лучник. И еще кто-то. Девочка лучшек. Отлично. Так, ребят, зашли в лагерь, и нас интересует одна вещь, которая здесь. Осторожно, ловушка. Парень! Привет! Да, коджитик, плюс 15. Плюс 15. Кругопашечки. Неплохо. Так, заберу, наверное, его вещи, потому что их потом можно будет продать, и нам надо будет их продать. Забегаем сюда. Парень! Привет! Главарь бандитов. Ну! Вау! Достал! Так, тут морозный маг пришел. Там еще главарь один бежит. Да, ребят, придется тут подраться немножечко. Ну! Вау, 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 вау! Я покажу тебе настоящий мой... Орк! Да, орк хороший боец! Ну! Отлично! Так, ребят, нас интересует один парень, который здесь, и у него есть очень крутая вещичка. Заберу, 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 продам потом. Оу, голичок! Так, прости. Так, ладно. Нас интересует один бандит, который тоже тут был. И, по-моему, вот он. Ребят, смотрите, топор браконьера. Это уникальный топор, у которого есть 3-ница дополнительный урон животным. Единственная вещь, и плюс это зачарование можно снять и нанести на какое-то другое оружие. И если, друзья, у вас прокачан перк зачарования, то это все можно улучшить намного сильнее. То есть урон животным будет намного больше. Я заберу, наверное, эту уроду. И вот, друзья, вот что нас интересует в том заклинании трансмутация. Его, конечно, можно купить на более высоких уровнях, если вы прокачаете, по-моему, изменения. Ну, это нужно вам в Винтерхолл, там искать продавца. А тут все рядышком, все бесплатно. И, ой, грибочки заберу. И, друзья, возвращаемся обратно. Выходим, возвращаемся теперь в Айтран. Теперь, как говорится, нам больше никуда идти не нужно. Все, 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 все. Смотрите, что оно нам дает. Заходим в книги, и здесь вот том заклинании трансмутация. Это изменение. Превращает один кусок неочищенной железной руды в серебряную. Либо серебряной руды в золотую. Вы представляете, если она у вас есть? То есть... Понимаете смысл? Плюс, кстати, здесь можно нормально так руды добыть. Ну, я ее не буду сейчас добывать. Почему? Да потому что я сейчас ее буду покупать. Хотя можно там сразу эту руду набомбить себе. Вот. Вот мы пришли. Теперь мы ждем, ждем нашу торговочку. Блин, мало подождал. Два часа ночи. Конечно, мало. Вот. Отлично. И вот наша девочка. Здесь, друзья. Здесь у нее всегда есть... В разном. Железная руда. Постоянно скупляем ее. Иногда у нее бывает еще серебряная руда. Ее тоже можно купить. Так что и давайте ей попродаем весь тот лут, который мы насобирали. И который нам не нужен. Это нам, я вам расскажу позже, где добыть. Думаю, многие уже знают. И топор тоже не нужен. А с одеждой тоже вот это вот все. Все, 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 все. Нафиг, нафиг. Хотя там можно понабирать намного больше. Ребят, смотрите. Что понадобится? Загляни в магазин. Каждый торговец обновляется два дня. Нам просто нужно два дня ждать. Чтобы два дня долго не ждать, мы просто берем, зажимаем левой кнопкой мышки. И вот этот ползунок не отпускаем. Его доводим до 24 и на 24 нажимаем Enter. Нажали и отпускаем. Ну, то есть не отпускаем, а ведем обратно. Таким образом мы быстро пропускаем сутки. Это я видел на каком-то канале. Это я сам не придумал. Признаюсь честно. Но это очень классно. То есть мы быстро подождали. У нее сейчас текст, она не будет включиться. Давай. Легенда. Теперь у нее опять появляется в разном железная руда. И так мы, ребят, скупляем, скупляем, скупляем ее достаточно много. Дальше, смотрите. Мы заходим в магию изменения. А, стойте. Ха-ха, я ее не выучил. Да, я ее не выучил. Изучаем этот том. Изменения. Трансмутация. Конечно, она забирает довольно много. Но на первом уровне она хватает. Потому что на 100 маны она требует, по-моему, 80 или 90. Кастуем, и появляется золотая руда. Почему золотая? Потому что мы тогда подобрали серебряную. Ждем один день. Один час. И кастуем дальше. Опять. То есть у нас та, что золотая, превращается в серебряную. И в золотую, ребят. Таким образом, друзья, вы должны кастовать себе много-много-много-много золотых слитков. Это занимает определенное время, друзья. Ну, если вы хотите прокачать себе на первом уровне кузнечку, я думаю, вы этим займетесь. Потому что бежать никуда не надо. Всего лишь ждать, ждать и торговаться. Все. Денежки у вас всегда будут. Я вам сейчас покажу, почему. Теперь заходим сюда. Выйти. В разное. И тут у нас, вот видите, золотой слиток. Две руды, это один золотой слиток. Кастуем их побольше. Сейчас у меня маловато. Идем дальше. Кузнечное дело. Первый раз, да. И смотрите, что нас интересует. Нас интересуют драгоценности. Золотым слитком вы можете создавать золотое кольцо или золотое жерелье. Как видите, требует и то, и то один золотой слиток. Так что выгоднее делать золотое жерелье. Оно и дороже. И чем дороже наше изделие, тем быстрее качается у нас кузнечка. Делаем. Закончилось. Золотые жерелье вы здесь продать не сможете. Вы сможете их продать в соседнем магазинчике. Но это еще не все. Ребят, мы таким образом покупаем у нее много-много-много или добываем там железных слитков. Много-много-много. Перекидываем их в золотую руду и делаем слитки. Что нам нужно дальше? Сейчас я вам все расскажу. Ну что, ребят, едем дальше. Смотрите. Дальше мы отправляемся прямо-прямо-прямо-прямо-прямо. Когда мы нафармим много-много слитков. Сейчас я вам расскажу, покажу сколько. Нам нужно взять один из бонусов. О, гильдия воров. Бежим в горчущую кобылу. Берем одну комнатку. Нужна просто кровать. Ждем сутки, друзья. Спим. Ну, нам, по-моему, достаточно 8 часов. И получаем бонус. Вы хорошо отдохнули. Понимаете, если вы спите, и вы не Вервольф, вы не вампир, вы получаете плюс 10 ко всем. То есть, все навыки растут быстрее на 10%. Это вот, хороший отдых. А все навыки расходуют на 10%. То есть, на 10% быстрее в течение 8 часов. Все. А так как у нас взят еще камень воина. Он как бы дает боевые 20%. То есть, к боевым это тоже относится к кузнечному делу. И мы получаем общий прирост 30%. У меня есть еще в одежде, в оружии, вот такая вот зазубранная кирка, которая как бы тоже должна добавлять к кузнечному делу, навык кузнечному делу, носителя. И наносит 5 единиц урона. Непонятно, сколько она добавляет. Но, по-моему, нифига она не добавляет, честно говоря, ребят. Это кирка. Ее можно найти на глотке мира. Вы просто добегаете до седобородых. А потом в обратном положении бежите по горе и забираете сюда без проблем. Я решил ее взять. Но, по-моему, что с ней, что без нее, все равно. Ребят, для того, чтобы прокачать, вам нужно ни много ни мало 760 слитков. Да, скажете, чтобы их нафармить, нужно достаточно много времени. Ну, ребят, если вы хотите все, никуда бежать и нафармить, вам придется все-таки нафармить 760 слитков. Таким способом, как я вам показал. И заходим в кузнечку. Вот так вот. Заходим в драгоценности. И начинаем, друзья, фармить. Дайте-ка я подготовлюсь. Вот. Поехали! Как говорится. Да. Да, кузнечное дело. Я помню, в первых патчах был бак с кинжалами. Да, вы могли просто-напросто дохера кинжала. Там, по-моему, даже намного меньше кинжала вы делаете и легко прокачиваетесь до соточки. Но потом это все пофиксили. Кинжала вам, наверное, понадобится тысяча две. Если не больше. Что бы их сделать? Вот. Ну, таким образом, вы делаете золотое жерелье, которое весит мало. Вы плюс их можете продать, друзья. И нехило так продать. Ну, понятно, все сразу вы не продадите. Но есть еще кое-какая фишка. Не знаю, слышно меня или нет. Ужасная жаркость. Меня все бежит. Я весь блещу, наверное. Ну, ладненько. Смотрите. Есть еще фишка, ну, для бывалых, для тех, кто в курсе. Есть, как бы, дополнительный бонус. Если вы состоите в браке, вы берете в напарники вашу жену и спите, вы получаете бонус объятия любви. Это плюс 15. Это на 5% больше. И есть еще такая вот уникальная корона под названием «Этеревая корона». «Война Этерия». Книжку читайте, получайте этот квест. С «Этеревая корона» у вас добавляется уникальный баф. Это вы можете носить сразу два камня. То есть вы берете камень воина и берете камень любовника. Камень любовника добавляет плюс 15, как 7. То есть и как объятие любви. Но только камень любовника работает на постоянной основе. Представьте, вы взяли знак воина, камень любовника и поспали еще вместе с женой. И того, сколько это получается, это плюс 50%. Но есть одна уловка. Если вы хотите получить бонус, вы должны как сделать? Вы должны с помощью «Этеревая корона» получить знак воина, потом знак любовника. Перед тем, как вы будете ложиться спать, чтобы получить объятие любви, вы должны обязательно снять «Этеревую корону», поспать. Вы получаете этот бонус, потом одеваете «Этеревую корону», он добавляет автоматически. Так, любовника и вуаля. Вуаля, друзья. У вас плюс 50. Плюс 50 к любому. И так можно поставить, ну, в зависимости от камня-хранителя. К любому навыку. Обалдеть, да? Ладненько. Как видите, после 50 довольно долго качается, и потом надо будет посмотреть, за сколько времени я вам прокачал. Очень долго, господи, надеюсь, мне хватит. Но, по-моему, на 760 как раз так. Если вы вообще эти бонусы не берете, то, по-моему, там нужно около тысячи. Около тысячи. Ну, представляете, минус 250 с этими бонусами, это тоже неплохой. Так. Ну! Есть! Все, друзья. Все, мои дорогие. Соточка, соточка. Вот так. Теперь у нас перегруз из-за ожерель, которая на 754. Нихрена себе, друзья. Нихрена себе. И, кстати, насчет любовника. Камень любовника находится вот здесь. Это недалеко от Маркарта. Вот, видите? Вот эта речка в виде бубны. И вот этот камень любовника. Все, друзья. Все. Таким образом вы прокачались до соточки. И сразу у нас с первого уровня, по-моему, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Сколько уровней? 15, 17 уровней. И можете распределять так, как вам хочется. Всем огромное спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И говорите, пускай будет попрохладнее. Потому что жара, жара, жара. Все, друзья. Всем пока.